Продолжение следует... С кем-то нет, да, поэтому, чтобы выровнять, как у нас говорят, уровни подготовки, да, придется об этом еще специально вспомнить. Значит, итак, мы перечисляем с вами все пять механизмов ускорения развития науки, да, вот пять путей, да. Четвертый по счету предпоследний – это развитие военно-промышленного комплекса в период Великой Французской революции, но это как некий важный прецедент, как важный пример, да, то есть понятно, что пример заразительный. То есть после Наполеона и его работы, связанные с организацией исследовательских работ во Франции, начала XIX века, да, понятно, что этим приемом можно дальше руководствоваться, когда вы видите, что задачи создания современных вооружений, ну, для XIX века современных, они сразу тянут за собой как локомотив буквально все, начиная от начертательной геометрии и заканчивая оптикой и химией, да, то есть все отрасли, они как бы здесь выстраиваются. Конечно, этим способом нельзя пользоваться долго, да, понятно, что не только он должен быть задействован, да, то есть нельзя злоупотреблять этим подходом, но в принципе после Наполеона и Франции, да, стало понятно, что пресловутый ВПК, то есть военно-промышленный комплекс – это мощный фактор, который будет в дальнейшем использоваться. Ну, я уже рассказывал, да, упоминал вам, что о развитии Парижской политехнической школы, да, в связи с развитием военно-промышленного комплекса, о Великой Французской революции физики, да, которая вот оказалась таким последействием, что ли, Парижской политехнической школы, вот, о том, как это все становилось. Теперь последняя осталась у нас история, последний фактор, последний механизм – это возвращение к университетам, да, как я вам и говорил, что Бекон в свое время, в 17 веке, на университеты никакой ставки не делал, да, и осознанно их отверг, как перспективную форму организации науки, да, у него все было в область академий смещено, да, ну, объяснение простое, почему? Да, потому что университеты представляли себя крайне сложную систему продвижения молодого человека, то есть бесконечное количество всяких ступеней, званий, экзаменов, диссертаций – это сейчас у нас еще простая система, и то многие жалуются, да, а там бесконечные экзамены, пробные лекции, ну, в общем, человека окружала постоянная система контроля и экспертизы его работы. Ну, и вы понимаете, что в этой ситуации не просто сложно пробиться таланту, да, но и при этом не стать конформистом, да, то есть не прекратить какие-то самостоятельные поиски, то есть поневоле человек как бы превращается в совсем согласного, да, в обслуживающий персонал какого-то направления, да, ну, а бэкону нужно было совсем другое, нужны были прорывные идеи, прорывные технологии, это все, конечно, в университетах того времени было трудно получить. Однако, друзья мои, мы с вами знаем простое правило – нет ничего вечного и неизменного, да. Прошли века, да, два века, и настала пора и университетам европейским сказать свое веское слово в дальнейшем процессе развития науки. Здесь лидером всего этого нового университетского движения стала Германия, да, начало 19 века. Значит, вы помните, что немцы находятся в очень проблематичной ситуации, да, особенно после того, как они потерпели поражение в борьбе с Наполеоном, да, и была оккупация Германии, и само будущее немецкой государственности, да, оно было под большим вопросом. Да, это заставило, ну, народы немецких княжеств, отдельных государств очень сильно призадуматься, как говорится, да, куда нам двигаться, на кого нам ориентироваться, то есть заставило немцев думать самостоятельно, видите, когда люди перестают смотреть по сторонам и кому-то завидовать бесконечно, там живут хорошо, там, там, и у нас должно быть так же. Вот как только люди от этого отказываются, начинается продуктивная работа, да, когда деваться некуда и некому завидовать. Вот тут главное и происходит, самое важное. Тогда какие-то точки роста появляются, какие-то прорывные моменты. А если всем завидовать и стремиться на кого-то все время быть похожим, ну, в лучшем случае будешь в худшем варианте повторять чужой опыт. Вот. Это такой вот общий урок истории для всех цивилизаций похожих. Вот. Значит, немцы действительно поняли, что нужно разрабатывать какую-то свою стратегию движения дальше. С одной стороны, смотрите, нужно, да, решать вопрос объединения Германии. Да, то есть это, конечно, в политическом смысле ключевой вопрос. Да, но гражданин будущего государства, понимаете, надо его как бы проектировать. Что же это за человек-то такой будет? Уже который, смотрите, не служит какой-то отдельной местности, отдельному маленькому князьку, там, Корферсту или какому-нибудь штатгальтеру, да, а видит в целом пути развития государства. То есть нужен универсально мыслящий человек. И вот Вильгельм фон Гумбольд, выдающийся немецкий историк, философ, лингвист, один из родоначальников теоретической лингвистики, став в начале XIX века ректором Берлинского университета в Пруссии. А Берлинский университет по определению, ну, положению Прусского королевства, он как бы был в университетской жизни Германии законодателем всех мод. То есть вот получить кафедру в Берлинском университете, это было самым почетным, да, философ, который занимает кафедру философии Берлинского университета, считался в Германии главным философом, старший философ. Вот, поэтому все стремились. Да, Гегель получил в свое время эту кафедру, стал главным философом, ну, чуть позже описываемого периода, да. Потом в XX веке Хайдегер мучительно пытался перебраться. Так самое интересное, что он так и не перебрался, его прокатили, да, из Фрайбургского университета. Он сначала поехал в Марбург, потом вбивался кафедра Берлинской. Когда его прокатили, он злобно написал своему другу Ясперсу, да, в письме, буквально. «В Германии слишком много философов, достаточно двух или трех». Да, примечание переводчика. Интересно, кого он имел в виду. Да, значит, слишком много философов, достаточно двух или трех. Ну, в общем, короче говоря, смысл в том, что, конечно, до Хайдегера было еще далеко, но вот этот приоритет модели Берлинского университета, он был для немцев очень важным. Так вот, Вильгельм фон Гумбольд решил выращивать в стенах своего университета вот таких граждан будущей Объединенной Германии, да, Объединенной Германии, единого германского государства, да, которые обладали бы максимально широким кругозором, да, умением синтезировать, соединять самые разные области культуры. Универсального человека. Смотрите, Гумбольд видит главную беду нынешнего поколения немцев в том, что они, каждый сидит, как говорится, в своем предмете и не чирикает, и не интересуется ничем другим. Будущее науки и культуры Гумбольд видит в том, что можно преодолевать предметные границы. Вот эта идея, ребят, которую мы сейчас чуть ли не как новацию воспринимаем, междисциплинарных исследований, междисциплинарного синтеза, идею конвергенции. У нас целый институт есть, НБИК конвергенции, вы знаете, на физтехе при Курчатовском институте. НАНО, БИО, ИНФО, КОГИТО, еще С, есть С, социальная технология. Ну, смысл этой идеи понятен, да, что вы не просто, ну, идея какая? В том, что вы не просто смешиваете разные области, там, НАНО, БИО, ИНФО, КОГИТО, А они с друг другом, взаимодействуя, создают новый объект, новое качество. То есть это как бы появление нового предмета при взаимодействии отдельных областей, нового качества, новые сложности, не просто смешения. Но мы сейчас идею междисциплинарного синтеза воспринимаем как что-то новое. На самом деле это как раз та идея, которую начал разрабатывать Вильгельм фон Гумбольдт еще в начале 19 века. Вот, когда он увидел, смотрите, простая идея, да, обратите внимание, у нас есть предметные границы, да, между различными науками, физика, химия, биология, внутри физики, тра-та-та-та-та-та-та, сами вы знаете, сколько разделов, да, всевозможных, их количество все увеличивается, увеличивается. Но в природе границ нет предметных. А как в природе? Есть в ней предметные границы? Природа целостная и едина. Эти предметные границы существуют только в пределах нашего разума. Значит, хорошо, с этого можно начинать, безусловно. Видимо, логика развития науки всегда в том, что сначала идет вот такая дифференциация, да, идет такое вот предметное дробление. Но за процессом дробления нужно не пропустить и процесс преодоления этих предметных границ, создания каких-то междисциплинарных комплексов, да, междисциплинарных подходов. Ну, конвергенция-то, конечно, уже там далекое будущее. Но вот как ее обеспечить? Нужно готовить людей. Поэтому, значит, в 1809 году, давайте эту дату мы с вами особым образом отметим, да, в истории университетского движения, Вильгельм фон Гумбольд добился от правительства Пруссии, но тогда это можно было сделать только вот так централизованно, утверждение нового устава Берлинского университета, в котором он заложил новую модель университетской жизни. Значит, отныне эта модель получила название, ну, и так мы ее будем называть, Гумбольдтов университет. Вот если я спрашиваю, да, что такое модель Гумбольдтова университета. Это модель Гумбольда, изложенная в варианте университетского устава 1809 года. Значит, два важнейших момента, смотрите. Причем первый момент казался Гумбольду гораздо более важным, а второй казался второстепенным и неважным, как бы само собой разумеющимся. Но, как часто бывает, именно вот это второстепенное и неважное оказалось наиболее важным в истории и произвело настоящий переворот. Так всегда и бывает, да. Мы всегда приоритеты неправильно определяем, что важное, что второстепенное. Значит, главной, любимой идеей Гумбольда была идея междисциплинарных курсов. Смотрите, значит, ну, нечто подобное есть в современном нашем московском университете, заведено сейчас с недавних пор. Смотрите, идея такая, но только в более развернутом состоянии. Независимо от выбранной специальности, любой студент университета должен изучить четыре науки. Смотрите, четыре общих курса. Это математика, история, филология и философия. Вот набор обязательных дисциплин. Математика, история, филология, философия. То есть это та платформа, на которую садятся, как бы, содержательные все остальные науки. Это те науки, которые позволяют преодолеть предметные границы гуманитарных наук или, естественно, научного цикла. Вот он, как бы, всех пропускал через эти курсы междисциплинарные, межкафедральные, межфакультетские. Вот в МГУ тоже сейчас такая система, насколько я знаю, практикуется. Межфакультетских курсов, там историки слушают математику, математики слушают историю, ну и так далее. Что-то вроде этого. Но я не знаю, как сейчас у них с этими всеми ограничениями ковидными обстоит дело, да. Но, по крайней мере, до 2020 года у них была вот такая система, они пытались ее внедрить. Да, то есть, чтобы расширить предметные границы и ни в коем случае человека не заключать в какие-то узкие рамки. Вот. Но это одна сторона, да, то есть, воспитание вот такого универсального человека, гомо-универсалис, человека в каком-то смысле эпохи возрождения. Видите, идет опять, ну, естественно, возврат к идеалам гуманизма, да, неогуманизм. Неогуманизм, неовозрожденческая модель универсального человека в Германии начала 19 века. Но вот второй момент, на который надо особо обратить внимание, он казался Гумбольду не столь важным, но он его четко прописал в своем уставе 1809 года. И это было абсолютное требование, которое у нас до сих пор сохраняется, что преподавателем университета может быть только тот человек, у которого есть научные труды. То есть, только тот преподаватель, кто занимается исследовательской работой и имеет действующие заслуги в этой области. То есть, ну, в буквальном смысле публикации. Без этого, без исследовательской деятельности, да, актуальной, стать преподавателем невозможно. Видите, жестко была связана исследовательская функция и преподавательская. А раньше, как вы скажете, было, да, а раньше господствовала, ну, условно говоря, назовем ее французская модель, в которой могло быть и так, но могло быть и не так. То есть, это в значительной степени определялось, ну, политикой университета конкретного, да, определялось склонностями преподавателей. То есть, очень многие французские преподаватели, и до сих пор это так, да, они, в общем-то, занимаются только преподаванием. И в лучшем случае публикуют учебники, да, правда, учебники французские, они очень неплохие были, надо сказать, в XVIII и в XIX веке. В этом отношении французы были большие мастера. Лучшие учебники действительно были во Франции по всем наукам, и естественным, и точным, особенно по математике. Вот, опять же, да, тут особенности французской системы можно отдельно обсуждать. Вот, однако Гумбольд жестко приводит такую связь. Теперь либо занимаешься наукой, либо уходишь из университета, да, и перестаешь быть преподавателем, да. А как было дело у англичан? Значит, у англичан они тяготели исторически к немецкой системе, да, вот, но у них интересно, что университеты были в значительной степени в XIX веке очень архаическими структурами. Вот тот университет Кембридж или Оксфорд, который мы знаем во времена Резерфорда, даже когда туда приехал Капица, да, из России, и произвел там настоящий фурор, почему, кто знает? Он придумал как-то эксперимент. Ну, а не просто, по идее, Резерфорд был экспериментатором, у него все экспериментировали. А какое впечатление произвел, почему Капица так продвинулся у Резерфорда? Ну-ка, вот давайте вы... Ну, проще, давай проще. Англичане никакого производства не думали, наоборот, английские физики в 20-е, 30-е годы, вон, почитайте, Пристли того же самого, да, почитайте, кто тоже учился в это время, они специально гордились тем, ядерщики, например, английские, что они занимаются тем, что никогда не будет использовано на практике. Это был особый предмет... Это серьезно, без тени улыбки. Как говорится, мы расплываемся. А у них это была принципиальная жизненная позиция. Вот, ну, так вот, скажу вам, чтобы вы знали, как наследники великих, мы сегодня с Олегом Станиславовичем тоже вот побывали среди наших великих, на самом верху, ну, нашем местном верху. Вот, поэтому, значит, смотрите, тут какая произвела впечатление? Произвело огромное впечатление, что Капица все приборы, все установки мог сделать своими руками. Что он мог работать на станках, вытачивать всякие детали, выступать и как токарь, и как слесарь, и общаться с рабочими, объяснять им чертежи и рисовать. Вот это произвело на англичан, которые при этом считали себя экспериментаторами. Да, школа Резерфорда – это экспериментальная школа. Вот это произвело на них почти мистическое ужасное. Ну, вот, поэтому вот такая история. Поэтому Петр Леонидович, конечно, он не потерялся, как говорится, на фоне не менее блестящих экспериментаторов и теоретиков школы Резерфорда, но и потом извлек из этого тоже определенные достоинства. Но в целом, в XIX веке система английских университетов, она еще отличалась крайним архаизмом. Ну, например, советы колледжа, да, вот эти такие структуры, ну, почти похожи, ребят, на монашеские ордена средневековые. Ну, известна история, что когда, ну, я сейчас могу ошибиться в названии колледжа, ну, просто сейчас запамятовал, но история совершенно правдивая, что когда Максвелл, Максвелл, наш друг Максвелл и учитель, да, значит, он мог быть членом совета колледжа, то есть входить вот в этот верховный орган, только пока он был не женат. Как только он нарушал обет безбрачия, его тут же исключили из совета колледжа. Ну, вот подумайте сами, то есть это чисто средневековая традиция, что вот руководство колледжа – это люди, которые связаны обетом безбрачия. Это средневековая традиция отношения к браку среди ученых университетов. То есть ученому не надо жениться, это очень вредно, да, это трата бессмысленная сил на другие занятия. Видишь, это как бы вот такой монашеский орден получается. Вот такие вещи. И это середина 19 века. Обратите внимание, это не какое-то средневековье далекое. Понимаете? То есть вот, пожалуйста, вам все эти торжественные процессии довольно смешные, когда на них смотришь, их даже в 60-е, 70-е годы в английских университетах в Оксфорде и Кембридже практиковали. Там ежегодное торжественное шествие в этих мантиях, париках с какими-то, значит, специальными палками профессоров из библиотеки в столовую и обратно, да. При этом, ну это тоже не преувеличение, так оно и есть. Впереди идет ректор университета, в какой-то, значит, за ним несут его мантию, значит, специальный паш. А? Нет, раз в год это торжественное, значит, несет мантию паш, значит, за ним. И вот он шествует, этот ректор университета Оксфорд. Ну, правда, это ректоры этого всего университета. У них еще деканы колледжа отдельных, а колледжи там 30 с лишним штук, да. Вот. Ну, для студентов, конечно, какие-то вещи в английских университетах были бы очень приятны и сейчас, да. В частности, вы знаете, ребят, что такое колледж в английском университете. Это прежде всего общежитие. Это общежитие, где студенты живут и проходят семинары и лаборатор. В самом университете читаются лекции. А вот семинары лабораторные и общежития – это и есть английский колледж. То есть вот эта его форма традиционная в виде такой крепости, да, то есть каре здания, да, с одним входом, на котором стоит привратник в таком котелке специальном, да, шляпа привратника, и никого не пускают. Ну, и самое важное для студентов в наше время было бы, да, что полиция не имеет права зайти на территорию колледжа, полиция города, без разрешения декана колледжа. И арестовать студента без разрешения декана нельзя. Нельзя, понимаешь? То есть, чтобы арестовать, студент скрывается, что-то он наделал в городе, да, что-то снес там, разрушил, да, набил кому-то морду, он скрывается на территории колледжа, и все. Он как бы попадает в систему защиты. Видите, такая вот средневековая экстерриториальность колледжа, именно вот этого здания, закрытого со всех сторон. Я, как говорил уже, по-моему, кому-то из своих студентов, что я думал, что это право экстерриториальностью, это далекое прошлое, уж точно оно не пережило 19 век. А нет. Совершенно недавно, ну вот года два назад, оказывается, были манифестации студентов, вдруг взбунтовались студенты Афинского университета, греческого, современного. Да. Против чего они выступали? Против отмены вот этого права экстерриториальности своего университета. То есть, видите, там, в Афинском университете это было вплоть до сегодняшнего времени. Ну, естественно, что все это отменяется, это понятно. Но они, видите, даже забастовку устроили, да, манифестацию против вот такого, отмены такого правила, да. Да? Да. Да. Ну, то есть, тогда бы, конечно, в Долгопрудном наши студенты вели бы себя совершенно по-другому, если бы они могли на территории Фистеха укрыться от всех сил правопорядка, да, оградить всю территорию кампуса нашего, так называемого, забором, да, и все. И все здесь жить своей жизнью, наконец-то, отделиться от всех. Вот следующий этап. Вот. Но если говорить серьезно, то, видите, архаика пока в английских университетах преобладает. Конечно, вот лидерами перемен становятся немецкие университеты. И вот смотрите, ребят, что важно, да, давайте сосредоточимся на одном факторе важном. Смотрите, как часто бывает. Введя одно, да, вы запускаете цепочку, как бы, последующих изменений, необратимую, и получаете какой-то отдаленный, но очень важный результат. Вот смотрите, что получилось. Как только введено требование, чтобы каждый преподаватель вел исследовательскую работу в своей области, что из этого следует автоматом на следующем шаге, да, преподавателю нужно где-то это делать. То есть у него должна быть какая-то лаборатория, какое-то оборудование, ну, если он естественное испытание. И у него должны быть какие-то помощники, правильно? У него должна быть какая-то команда или какой-то маленький, но коллектив. Поэтому, смотрите, ну, первое, да, значит, начинают строить лаборатории внутри университетов исследовательских. В огромном числе в немецких университетах появляются вот такие отдельные флигели, небольшие, двухэтажные, трехэтажные, одноэтажные, в которых размещаются самостоятельные исследовательские подразделения, чего раньше не было. Теперь по поводу людей. Еще более интересный вопрос. Да, откуда брать людей? Ну, ответ, как пишут в нашем великом учебнике, ответ задачи ясен из рисунка. Да, значит, откуда брать людей в этом случае? Естественно, только из студенческих коллективов. Да, третий, четвертый, пятый курс, вот кто естественный резерв такого подхода. Да, ну как ты их включишь? Понимаете, если включать в исследовательскую работу из-под палки, вы сами понимаете, ничего хорошего из этого не будет. Нужна, как мы говорим, мотивация. Да, как ее сформировать? Поэтому мотивация, мотивационные процессы – это уже дело преподавателя, который хочет формировать свою команду. Значит, отсюда первое. Сразу же в студенческой аудитории надо вбрасывать все новые вещи. Да, то есть постоянно актуальные темы, актуальные проблемы. Не какие-то учебники переваривать, да, а все время транслировать самое новое передовое содержание. У немецких профессоров даже появляется такое, ну, можно сказать, отвращение к учебникам. То есть считалось, что если он ведет занятия по учебнику, даже своему, это показатель низкого качества. Значит, только в лучшем случае, ну, вот эти литографированные, так называемые, лекции, да, то есть от руки записанные и распечатанные литографическим способом, они могли, ну, как конспекты распространяться. Да, вот, то есть вот это такая форма. То есть, смотрите, сразу вбрасывается содержание новое, да, студенты мотивируются, то есть их привлекают к исследовательской работе, и они начинают включаться в деятельность лаборатории. И, естественно, вы понимаете, что и уровень подготовки при этом растет, да, и есть постоянно приток молодых исследователей в эти лаборатории. То есть в целом качество образования и исследовательская работа в университетах начинает очень быстро развиваться в немецких, уже в середине 19-го, второй половине 19-го столетия. Уже в 50-ти университетах Германии в конце 19-го века были вот такие свои исследовательские центры, исследовательские лаборатории. То есть вот немецкие университеты превращаются в то, что называется исследовательским университетом, не учебным, и это раскручивает такую вот мотивационную спираль, видите, в работе со студентами. И уровень подготовки их, естественно, к особенно фундаментальным исследованиям в области естественных наук, математики, физики, химии, резкого отражения. Не стоит удивляться в этой связи, друзья мои, что немецкие университеты, пойдя по этому пути, добили следующего выдающегося результата. И это Германия, которая, в общем-то, не была впереди планеты всей в начале 19-го века. Подсчитано, провели наши историки науки такой подсчет, что 80% всех создателей квантовой теории – это немецкие и австрийские ученые. Вот вам результат. То есть вот эта новая физика, которая требовала огромных усилий по ее принятию. Вы понимаете, сейчас к квантовой механике все привыкли, естественно, и никто не удивляется. Но вы, ребят, поймите, что в 20-30-е годы 20-го века у нее было больше противников, чем сторонников. И 80% всех физиков, особенно старшего поколения, ее не принимали. То есть это считалось каким-то наваждением, которое скоро исчезнет. Это временное помутнение разума. И все классические физики мечтали, что вот сейчас пройдет какое-то время, и все вернется на круги свои. Это было очень сложным выбором, решением представить себе мир вот таким образом, в понятиях и терминах квантов. То есть представить, описывать то, что мы не можем представить наглядно образом. То есть не можем нарисовать. Наглядность была утрачена. А описывать можем. Как такое может быть? Физики всегда гордились своей предметностью и наглядностью, что они всегда могут ткнуть пальцем любого человека в то, что они изучают. Вот смотри, ты там умствуешь спекулятивно, философ, а я вот показываю тебе саму природу. Видите, оказалось, что нарисовать нельзя, а измерить можно. Как это так? Атом нарисовать нельзя, а измерить можно. Как это? Ну, у нас, видите, школьная физика так устроена, к сожалению, что до сих пор школьникам рисуют атом в учебнике. Да, вот электроны летают там, да, вокруг планеты, и все школьники думают, что действительно атом так вот устроен, и его можно нарисовать, изобразить. Вот, и попробуй докажи. Я по собственному опыту понимаю, насколько трудно отказаться им от этого, не нормальным, от этого такого четкого, наглядного представления, что это вот, да, вот летают какие-то электрончики, вот электрончик маленький, шарик крошечный, да, вот он летает, ну а как же. Вот, значит, на самом деле, конечно, это дало очень большие результаты. Немецкие университеты становятся такими очень серьезными центрами развития. И еще один момент в этом связи, ребят, обратите на него внимание. Внимание, немцы как бы не остановились на достигнутом, потому что, смотрите, какая ситуация у них возникла, ребят, значит, внимание. Какая ситуация у них возникла, да, они создают эти исследовательские лаборатории, да, строят буквально целые отдельные здания для них, но как их финансировать, да, где ресурсы? То есть первый вопрос, могли ли сами университетские бюджеты потянуть, как говорится, создание оборудования таких лабораторий? Ну, в большинстве случаев, очевидно, нет. Денег просто бы в университетах не хватило на то, чтобы финансировать деятельность таких отдельных лабораторий. Поэтому немцы, немецкие университеты во второй половине XIX века, ну, когда эта система уже начала активно развиваться, начали искать как бы внебюджетные источники финансирования. И вот здесь возникает удивительный феномен, который для университетов того времени вообще не был характерен. Ни в Англии, ни во Франции, ни даже в Соединенных Штатах Америки. И это взаимодействие университетских ученых с крупным бизнесом. Совместные бизнес-проекты, прикладные разработки в интересах крупнейших немецких самых передовых корпораций. Это очень нетривиальная вещь. Сейчас-то это сложно зачастую себе представить, и не всегда это получается. Нет, ну это сейчас, да, но это вторая планка. Сейчас я вам, например, приведу другой как раз. А? Да, значит, ну круп нет. Вот круп, он был очень недоверчивый человек, он опирался на каких-то инженеров, там, из технических школ. Две корпорации в этом смысле опережали. Самые инновационные – это химия, ИГ, Фарбен Индустрия, или Индастрия, как называется, да, химики, первое. И второе, конечно, это самая инновационная корпорация 19-го века. Это как бы Apple 19-го века. Это Сименс, Сименс Электрик. То есть, вот, если вы хотите найти аналог корпорации Apple, ну, по крайней миф об инновационности в 19-го веке – это Сименс. То есть, электротехника. Все электрическое. Вот они сразу все электрическое делали, все что-то, опережая намного другие корпорации. Вестингаус Электрик американский, да, но мы ее, конечно, тоже не должны сбрасывать со счетов, электротехнические системы, но она по инновационности, ну, понятно, американцы, конечно, у них средства, у них возможности технические, да, но по вот инновационности, по разработкам – Сименс первый на деревне, как говорится. Вот это вот Apple 19-го века, если хотите определение. Вот две сферы – электричество, электротехника и химия. А военная? Ну вот нет. Вот смотрите, здесь пока у немцев нет такого… Вот я вот как не искал, не мог найти такого вот тесного взаимодействия с военными промышлами. В 20-м веке, в эпоху Первой мировой войны, вот Первая мировая война, она очень сильно изменила отношения в Германии между бизнесом и наукой, военным комплексом. То же самое, кстати говоря, произошло в России. Вот в 15-м, 16-м году, два года всего, интенсивное развитие в России в годы Первой мировой войны, военно-промышленно, крайне интенсивное. Вот резкий рост всех возможностей. И металлургии, выпуска всяких изделий и так далее, химии. Да, но сделано это было очень быстро, да, и потом при большевиках все рухнуло сразу одним махом. То есть скатилось до уровня там 13-го, 12-го года, все рухнуло. Ну потому что простой лозунг «Земля народам, фабрики рабочим» оно к чему приводит, да, реализация на практике этого лозунга, что теряется всякая организация, то есть кооперация теряется. Рабочий начинает, каждый управляет своим предприятием, в итоге все взаимодействия предприятий рушатся. Ну как у нас в экономике в 90-е годы. Да, то есть ситуация 90-х годов, дезорганизации плановой экономики вы возведите в куб, и будет вам революция в России 18-го, 19-го года. Возведите в куб, вот вам и разруха отсюда. Что думаете, что гражданская война, что ли, нанесла такой урон экономике? Это один из известных мифов, которые большевики распространяли, что это следствие гражданской войны. Это неправда. Следствие, смотрите, говорит, простое. Значит, за всю промышленность в правительстве большевиков отвечало одно министерство, ну один наркомат, промышленности и торговли. Так он и назывался, как и сейчас Минпромторг. Один единственный наркомат за всю промышленность, при том, что она была национализирована. Но сейчас-то промышленность вся частная, почти, да, один, одно министерство промышленности и торговли. А тогда-то все было национализировано. Один наркомат. Мог он справиться с промышленностью, даже если бы очень захотел? Конечно, нет. Вот вам и ответ на все вопросы. А у нас удивляются. Как вот? А, сделать ничего нельзя уже. Вот. Поэтому, смотрите, ладно, российские дела пока оставим в стороне, как более тонкие и сложные, будто бы. Вот. Вот. Значит, но в Германии вот это взаимодействие с бизнесом, да, оно не от хорошей жизни началось. Видите, это же тоже не добрая воля. Давайте поможем бизнес-структурам. Ой, какие они там, ой, какие мы там заботливые. Нет, это деньги. Да, это деньги на развитие лаборатории. Да, но немцы смогли, ребят, вот преодолеть такое вот отчуждение, да, что мы академические ученые, мы высшие существа, а это какие-то бизнесмены, коммерсанты, жадные. Нет, они поняли, что бизнесмены, химическая промышленность, электротехническая тоже идут впереди многих вещей. И они тоже этого хотят. Видите, как получилось? Простой пример для сравнения. Америка того же самого, я всегда этот пример провожу. Кажется, американцы, деловые, ну, прямо ставить пробу негде, бизнесмены, но у них с университетами что получается? Прямо противоположная ситуация. Там никто в крупных университетах, 19 веке, да, никакими бизнес-задачами не занимается, как это ни странно покажется, в отличие от Германии. Почему? Ответ простой. Потому что американские университеты получают огромные деньги даром от крупных бизнесменов, да? После того, как просто дарение, да, в них вбухивают просто эти деньги, как спонсорскую помощь. После того, как в 1936 году Рокфеллер вложил таким образом в Гарвард 100 миллионов долларов в тамошних деньгах, это был знак, это был символ того, что бизнесмены просто... Ну, Стэнфорд, да, наш любимый Стэнфордский университет. Это что за университет такой? Да, откуда он появился? Крупнейший, да, красивейший, да, один из самых красивых, с большими землями огромными в Калифорнии, в Сан-Франциско, да? Вы знаете, что потом они после войны не знали, куда эту землю девать, потому что им не разрешено было ее продавать по завещанию Стэнфорда. И тогда, чтобы не терять эту землю, они на части своей земли что стали создавать? Далее, какой старт чему, какому проекту? Я думаю, силиконовая долина. Ну, кремниевая только. Силиконовая – это в другом месте, да, а кремниевая долина, да, она создана частично на землях, принадлежащих исторически Стэнфордскому университету. Туда Шокли приехал, все, кого были недовольны, был телефон, да, то есть всеми полупроводниковыми делами, они все туда собрались. И началась история кремниевой долины. Вот. Но вот эти деньги, да, так вот Стэнфорд-то он что сделал? Он железнодорожный магнат, причем не самый крупный, который создал частный университет для того, чтобы, в общем-то, учить своего сына. Да, да, да. Практически как в том анекдоте, да, то есть там купим тебе автобус, чтобы ты ездил, как все, на автобусе, да, там сын жалуется, значит, там из Южной Республики, это советский анекдот, да, что там мы тебе послали в Волгу, чтобы ты ездил на Волге. А сын пишет, мне стыдно, да, я хочу, как все, ездить на автобусе. Но он говорит, мы посылаем тебе в автобус, чтобы ты ездил, как все, на автобусе. Вот так и здесь. Мы тебе создали университет, чтобы ты очень закончил, получил университетское образование. Вот поэтому, ребята, в этой ситуации, видите, американцы пока, пока, конечно, все со словом пока, да, до тех пор пока, да, пока не настанет какая-то новая проблемная ситуация, а чего им напрягаться, да, ради чего, собственно говоря, что они приобретут, если они будут какие-то, вот. И в этом смысле я всегда вот привожу пример, да, нашего побратима института, главного американского, это Массанчусетского технологического института, да, но у нас как бы три побратима считаются института. Это МТИ, да, это Парижская политехническая школа, и еще третий, это Цюрихский политехнический университет, который Эйнштейн закончил в свое время, да, вот, три. Николай Николаевич Кудрявцев, он всегда указывал, что вот три, три у нас точки соприкосновения с внешним миром, основных союзника, вот. Но МТИ, значит, смотрите, все показывают на него пальцем в 19 веке, говорят, что это за странное учебное заведение, это какое-то ПТУ просто, техническое училище, зачем там студенты что-то строгают, пилят, конструируют, проектируют, это какое-то очень прикладное учебное заведение, и на протяжении всего 19 века Гарвардский университет несколько раз, кто знает, предпринимал усилия для того, чтобы присоединить к себе Массанчусетский институт, который недалеко от них находится. Вот, к счастью, ему это не удалось, Гарварду, потому что вот мы настоящий университет, а это какое-то техническое училище, прикладное, там чего-то руками делают, паяют, строгают, какие-то проекты, зачем это все нужно академическому миру, науке, да, вот такая даже у них, видите, логика. Вот поэтому, таким образом, что мы можем с вами посмотреть, да, значит, остается Гумбольтов университет, значит, мы в наш перечень достижений, да, ну, в последний момент записываем как раз Гумбольтов университет, да, вот этот исследовательский университет, который создает новую, предъявляя новые требования к преподавателям, да, вот так, вводя их, да, жестким образом, тем самым резко активизирует, с одной стороны исследовательскую деятельность, видите, а с другой стороны идет активизация, потому что исследовательская деятельность требует финансирования, требует ресурсов, активизация, взаимодействие с крупным бизнесом. Вот, поэтому немецкая и фундаментальная, и инженерная наука, ребят, в начале 20-го века выходит на самые передовые позиции, да, и, в общем-то, в 20-е, 30-е годы, несмотря на все проблемы, связанные с поражением в Первой мировой войне, немецкая наука и техника сохраняют и укрепляют свои лидерские позиции, да, практически, ну, по большому счету, по целому ряду направлений немцы опережают весь мир, вплоть до конца Второй мировой войны. То есть, понятно, что их поражение в войне, да, поставило крест на очень многих их достижениях и практически лишило немцев лидерства в этих вопросах. Каких? Как то ракеты, да, ракетостроение немецкое опережало на 10 шагов все остальные страны, да, то есть, когда народ в 45-м году увидел «Фау-2», ну, да, то есть, все были попоражены, то есть, тягой двигателя, там, полторы тонны, ни у кого не было, даже и близко. То есть, все скромные, там, ракеты, которые были до этого, они, да, компьютер первый «З-4» Конрада Цуза построенный, на самом деле, был первым компьютером, а не «Иниак», да, в универсальном, да, 44-й год, компьютерная техника, видите, была у них уже в достаточно развитом состоянии, ну, и, наконец, то, что там близко многим здесь присутствующим, это физика полупроводников, потому что первый полупроводниковый диод и транзистор, да, на самом, ну, правда, на контакте металл-полупроводник, да, создал Вальтер Шотке в 1939 году, то есть, он первый исследовал контакт не двух полупроводников, а металл-полупроводник для высокочастотных преобразователей, это Шотке 1939 год, Вальтер Шотке, ну, то, что называется, диоды Шотке, знаете, да, слышали об этом, ну, вот, контакт металл тоже, потом все немецкое было утрачено, да, и вперед ушли в вычислительные техники и в ракетные техники американцы. Вот такая история, друзья мои. Ну, вот смотри, тут тоже интересный исторический такой момент, да, американцы захватили практически всех ракетчиков фон Брауна, да, это известный, медицинский факт, и вывезли к себе, но они совершенно не умели ими распорядиться на первом этапе в 40-е и 50-е годы. Тот же фон Браун создавал какие-то там корабельные ракеты маленькие, да, для военно-морского флота, да, а когда он предлагал, давайте мы, у него же уже был, вы знаете, в годы войны, в последний проект двухступенчатой ракеты, да, на основе Фау-2, нарастить вторую ступень, чтобы из Германии бить по Нью-Йорку. У них же такой был план, да, что двухступенчатая ракета может поразить, у Гитлера хотел разрушить небоскребы нью-йоркские. А как попасть в небоскреб? Как попасть? Значит, понятно, что система наведения никакая не поможет. Тогда у немцев была такая идея. Первое, диверсанты пробираются в Нью-Йорк, высаживаются с подводных лодок, значит, забираются на небоскребы и устанавливают там радиомаяки, значит, на каждой крыше. Но от этого плана пришлось отказаться, потому что они каких-то там диверсантов высадили, их быстро переловили, американцы. Тогда у них какая была идея? Понимаете, к чему она ведет? Значит, посадить летчиков в кабину, чтобы они управляли движением ракеты летчика, но не камикадзе, это не японские, у них не было таких как бы идей, да, летчиками жертвовать, это Геринг бы не позволил такими вещами. Значит, смотрите, летчик наводит ракету, выбрасывается с парашютом в море, в океан, и его подбирают, у них эта система была налажена, еще в Северном море, подбирают подводные лодки немецкие, видите, вот такая система. Но мы понимаем, к чему это дело идет, что летчик в кабине, двуступенчатая ракета, это прямой путь к пилотируемому орбитальному полету. То есть, видите, если бы не все известные нам обстоятельства, то у меня лично никакого нет сомнения, что уже в конце 40-х, начале 50-х годов немцы бы запустили орбитального космонавта, и это был бы немецкий космонавт в первой в мире. Да вы что, конечно, все, вот, но американцы, давайте заканчиваем, значит, американцы, видите как, почему они ракетными не стали системами заниматься, вот это вопрос, в том числе и сегодняшнего дня. Потому что, когда фон Браун предлагал, давайте дальнюю, как тогда называли, дальние ракеты, да, Мишкин, давайте создавать дальнюю ракету для доставки ядерного оружия на территорию Советского Союза, американцы, генералы, что, что ему отвечали, а зачем? У нас есть прекрасные стратегические бомбардировщики Б-29, потом в 55-м году появляется Б-52, но самое главное, у нас не просто бомбардировщики, у нас целая цепочка аэродромов и баз вдоль границы Советского Союза, начиная от Окинавы, острова, да, и заканчивая Турцией, нашей союзнической теперь страной, да, значит, вот вся Иран, Турция, Пакистан, все окружено базами, зачем нам ракеты? Мы поднимаемся в воздух и через 10 минут все бомбим, вот, и американцы, видите, как они зависли в этом вопросе и упустили время, а нам, советской конструкторам, советской стороне в этом смысле деваться было некуда, ведь у нас никаких аэродромов рядом с американской территорией непосредственно не было, вот, и нам нужно было создать обязательно межконтинентальную баллистическую ракету, но она уже в свою очередь обеспечила и космические орбитальные полеты. Ну вот так, друзья мои, все, на этом мы с вами историческую часть заканчиваем, да, этим спичем моим, и в следующий раз обращаемся уже к философии науки 19 века, пора нам в нее вонзить свои когти. Все, спасибо за внимание. Продолжение следует...